Сколько времени прошло от того момента, как вот ты приехал в США и потом получил real estate license? Сколько времени прошло? Года два. Ты работал в это время инженером, то есть у тебя было на что жить? Я работал инженером, да, я работал инженером, но я приехал в такое время, когда недвижимость стала расти в цене. То есть прямо на глазах все происходит? На глазах, да, и просто было очень заманчиво. Просто надо было делать такое решение или продолжать инженерную карьеру и неизвестно куда это приведет, или можно было пойти заниматься недвижимостью и быстро заработать. Просто в то время в 10 раз больше, чем инженер. Я возвращаюсь вот к такой мысли. Вот ребят, которые нас слушают, и среди них много таких, которые скоро приедут. А есть такие, у нас в США тоже слушают, у нас там процентов 15 трафик, это люди, которые уже в США. Есть люди, которые планируют приехать, может быть, через какое-то время. Есть люди, которые хотят заниматься real estate. У меня там довольно много сюжетов по недвижимости, очень живой интерес. Вот ты считаешь, первое, сложно ли получить лайсенс? Второе, сложно ли состояться в профессии, вот так, чтобы зарабатывать хорошо и так далее? Значит, на сегодняшний день лайсенс получить значительно тяжелее, чем раньше. А чего? Опять, после финансового кризиса, когда очень много и агентов, и агентов по финансированию были замешаны, было очень много процессов, где обманывали банки. Это была другая история совсем. Это можно делать целую передачу, как обманывали банки здесь в Америке. А банки, по мне кажется, хотели, чтобы их обманывали, такое ощущение было, что они только решили, чтобы их обманывали. С двух сторон. Ну, так финансирование давалось всем подряд, и это использовалось... Злупривление было много. Ну, это отдельная тема совсем. Это можно час говорить. Мы отдельно сядем. Про различные схемы, как банки обманывались, как люди... И людей сажали за это, но... Значит, после этого очень ожесточилось. Во-первых, очень много людей ушло из этого бизнеса. А доходов не стало. Не стало доходов, потому что количество продаж уменьшилось. Количество продаж уменьшилось не только потому, что он финансовый кризис, но это как бы причина, а следствие то, что люди не могут получить финансирование. Количество людей, которые могут вообще купить, значительно уменьшилось. Поэтому очень большой отток из этой профессии и агент по недвижимости и агент по финансированию. Я не советую людям туда и даже идти. А сейчас же вроде обратно же начинают, нет? Начинают, но чтобы быть успешным в этом бизнесе, значит, нужно, чтобы бизнес лежал под каждым кустом. Вот когда я пошел в этот бизнес, то есть мне не мешало то, что я еще плохо говорил по-английски, мне не мешала моя длинная русская фамилия, мне не мешало... Мне ничего не мешало. Бизнеса было достаточно для всех. Сегодня только такие матерые волки, которые в этом бизнесе уже десяток лет и у них уже дейтабейс, у них клиентура, у них реферал. То есть вот только вот так можно выжить в этом бизнесе. То есть сейчас новичку тяжело? Невозможно. А почему лазинство трудно стало получать? Ну, потому что хотят отсеять потенциальных людей, которые... Раньше получалось, как каждая домработница вообще, домохозяйка. А я думаю, сейчас так тоже? Нет, сейчас очень сложно стало получить. То есть чисто сам экзамен стал гораздо сложнее. То есть не то, что или джебил эти критерии как-то у себя? Нет, никакой дискриминации, пожалуйста. Я говорю больше про агента по финансированию. Экзамен стал сложнее и у агента по недвижимости, но у агента по финансированию он там стал дополнительный экзамен. То есть там стало очень сложно. Специально это сделалось, делалось, чтобы гораздо меньше людей было в этом бизнесе. Даже те, которые сдают этот экзамен, они его должны переиздавать, по-моему, каждый год. Я даже не помню. И каждый раз они должны проходить через такой экзамен.